здравствуйте дорогие зрители первого еврейского телеканала шалом ruseherbo привет мы ведущие еженедельной итоговой программы два кадра братья их вас и начинаем очередной выпуск вместе с теми кто подготовил эту программу мы покажем следующие сюжеты президент сша джо байден прилетел в израиль хорошо ли это для евреев горькие слова в дни памяти кто остался верен принципу своих не бросаем миллионный турист и лихорадка в аэропорту бен-гурион кто потрошит не отправленные чемоданы легендарные роли вечная музыка слова прощания с двумя актерами и одним композитором постоянные разделы стендап тора недели в истории и комик недели интервью недели сергей цыгаль московский художник кулинар путешественник вдовец актрисы любовью полищук один знакомый нам с тобой русскоязычный израильтянин выдал на днях такой каламбур байден прилетает в израиль дам хотя событие это не шучно президент сша нанес свой первый визит в израиль в рамках вояжа по ближнему востоку что ждал от высокого гостя израиль на что надеялись политики и чего боялись израильтяне в дни приезда джо байдена чего боялись говоришь ну наверное огромных пробок из-за перекрытия дорог для президентского кортежа а если серьезно первая встреча президента сша с новым премьер-министром израиля и политическим руководством страны несла очень большую нагрузку позитивную и весьма проблематичную не только для израиля палестинской автономии газы а для региона в целом однако давай обо всем по порядку но подожди вот на мой взгляд показатель демократии показатель либерализма и показатель дипломатии когда байдену показали на место он подошел и увидел где-то во втором ряду стоял биби нетаньяо он протянул ему руку и сказал биби я тебя очень люблю но это вольный перевод несмотря ни на что ты представляешь как было приятно этому парню который проиграл выборы которые сейчас находятся не в самым лучшим политическим своем амплуа получить такую поддержку да это настоящий демократ еще ты видела выступление вот это главное официальное выступление байдена где он перепутал а хонор и хоррор и хоррор да и сказал что надо отдавать честь холокосту помню честь и ужас перепутал но бывает все но журналисты это подмесили ты правильно сказал 13 июля после церемонии встречи в аэропорту президент сша встретился с новым премьер-министром израиля я иром лапидом в составленной заранее программе визита главой принимающей стороны значился нафтали беннет но пока байден собирал чемодан на ближний восток в израиле произошли изменения распустился к несет 24 созыва назначены выборы правительство возглавил сменный премьер-министр я ир лапид таким образом высокого гостя лапид встречал в иерусалиме в двух своих ипостасях как глава кабинета министров и как министр иностранных дел внешняя политика израиля его сближение с арабскими соседями и расширение мирного процесса на палестинско-израильском направлении эти вопросы джо байден намеревался если не решить то серьезно обсудить с израильским руководством израильскую же сторону больше всего волновало отношение американского руководства к ядерной сделки с ираном ранее байден заявлял что будет продолжать настаивать на сотрудничестве ирана с международным агентством по атомной энергии и на соблюдении соглашения по свертыванию иранской программы ядерного вооружения израильской стороне важно было услышать от высокого гостя следует ли продолжать беспокоиться насчет принятого недавно в иране закона ускорение ядерной программы или как и прежде стоит надеяться в этом смысле на сша европу и собственные силы палестино-израильская проблема и положение дел на ближнем востоке заняли на встрече больше места чем иранский вопрос президент сша приложил максимум усилий для нормализации отношений между израилем и арабскими странами роль соединенных штатов он видит в ускорении интеграции всех стран региона в общую экономическую систему именно это и обсуждалось на минувшей неделе в саудовской аравии на саммите лидеров стран ближнего востока какие американские интересы преследуются первым визитом джо байдена на ближний восток можно было понять потому как часто звучало в эти дни слова нефть президент байден еще до отъезда из вашингтона сообщил что власти саудовской аравии работают с администрацией сша над расширением поставок нефти на мировой рынок и над снижением цен на нее решение региональных конфликтов снижение напряженности во взаимоотношениях ведущих стран региона по замыслу байдена должны создать новую политическую и экономическую платформу а руководить или заинтересованно наблюдать за процессами на общем ближнем востоке будут соединенные штаты цель поездки на ближний восток была сформулирована так обсуждение стратегического партнерства стран региона основанного на общих интересах и ответственности с сохранением приверженности фундаментальным американским ценностям давайте поясним и расшифруем этот кейс в него вшиты два термина нефть и мир про нефть мы уже сказали что касается мира то тут у джо байдена есть свой взгляд на вещь этот взгляд не во всем совпадает с позицией израильских политиков из правого лагеря стремящихся сегодня вернуться к власти президент сша приверженец идеи двух государств для двух народов он видит в будущем независимое палестинское государство наряду с еврейским и внутреннее соседство этих государств сша будут увеличивать экономическую помощь палестинской автономии не забывая при этом о всемирной поддержке израиля требования к израилю по уступкам палестинцам будут сохранены или даже усилены коснется это поселенческого строительства в иудее и самарии которая не нравится администрации сша байден может пойти дальше своего предшественника барака обама после визита байдена в израиль появилось больше шансов на открытие в восточном иерусалиме особого консульского отдела дипломатического представительства сша для палестинской автономии не случайно накануне визита в тель-авив появился огромный постер с изображением флага организации освобождения палестины рядом с флагом израиля на плакате написано президент байден добро пожаловать в два государства которые мы так любим эту акцию оплатила и провело лево радикальное движение шалом ахшав ратующее за создание палестинского государства на территориях ныне контролируемых израилем муниципалитет тель-авива потребовал от руководства организации снять плакат но в тот же день требования отозвали плакат остался на месте успел ли высокий гость обратить внимание на то что его встречали в израиле сразу двумя флагами возможно президенту сша просто было не по пути когда он ехал на стадион чтобы принять участие в церемонии открытия маккабиады еврейского аналога олимпийских игр или когда он отправился в яд вашем израильский национальный мемориал катастрофы и героизма что из всего этого могло бы стать символом визита президента сша джозефа байдена в израиль может быть такими приметами будут отмена рукопожатий с израильскими министрами или требования для всех присутствующих на встречах с президентом сша предоставить отрицательные тесты на ковид не стоит гадать память не отпускает очень многим жителям израиля страны переживший немало военных дней и ночей знакомы это чувство здесь не принято отмечать годовщины окончания военных действий здесь в такие даты говорят о потерях а тех кто не вернулся из боя кто пал жертвой хотя девиз своих не бросаем знаком по другой стране и по другим событиям в израиле и в армии его обороны в царе это тоже священный принцип о памяти о долге о верности на этой неделе в израиле говорили в разные дни и по разному поводу как и где это звучало к чему вело и к чему приведет об этом в нашем следующем репортаже из израиля воскресенье 10 июля в иерусалиме в мемориальном комплексе на горе герцля прошла официальная церемония памяти 68 военнослужащих и пяти гражданских лиц погибших 8 лет назад во время операции нерушимая скала вооруженное противостояние длилось 50 дней с перерывом на короткое перемирие в ходе операции нерушимая скала в сторону израильских населенных пунктов из сектора газы выпустили более четырех с половиной тысяч ракет и минометных снарядов свыше трех с половиной тысяч из них разорвались на территории израиля 735 ракет были сбиты батареями противоракетной обороны железный купол в ответ сал атаковал свыше пяти тысяч целей в секторе газы уничтожив тысячи ракетных шахт пусковых установок и множество боеприпасов на складах разрушив десятки тоннелей были убиты и ранены сотни террористов хамаса исламского джихада бригады мучеников аль аксы и других группировок из-за того что боевики использовали для укрытий и плацдармов гражданские объекты в секторе газы пострадало гражданское население не все эти цифры и факты были приведены на церемонии на горе герцля статистику операции нерушимая скала решили как и в прошлые годы оставить военным историком но много говорили о погибших о памяти о них однако два выступления на церемонии воскресенья прозвучали как горький упрек в адрес израильского правительства и командования армии обороны израиля это привело к замешательству неожиданно слово взяла а елит гольдин сестра офицера спецназа бригады гивати адара гольдина который вместе с еще одним бойцом циала сержантом ароном шаулем пропал без вести в ходе военной операции в июле 2014 года с тех пор о них нет вестей если они до сих пор живы но если погибли то тела солдат могут по сей день находиться в газе у боевиков хамаса обращаясь к присутствовавшему на церемонии премьер-министру я иру лапиду а елит гольдин сказала моего брата сына наших родителей симхи или гольдин здесь нет нет здесь могилы памятника и флага над ней заклинаю верните адара и арона пока не стало слишком поздно сегодня есть такая возможность не отворачивайтесь от них отец младшего лейтенанта адара гольдина профессор симха гольдин добавил обращаясь к министру обороны бениганцу который во время операции нерушимая скала был начальником генерального штаба вы оставили адара и арона на поле боя и не делаете ничего чтобы вернуть их живых или мертвых вы не верны главному завету не бросать своих вы только выступаете на церемониях и не требуете от хамаса возвращения наших мальчиков домой упомянутая возможность возвращения спецназовцев гольдина и шауля также возникла на прошлой неделе накануне восьмилетия окончания операции нерушимая скала как стало известно в конце недели делегация хамаса посетила каир где обсудила со старшими офицерами египетской разведслужбы вопрос о возможности выработки и реализации частичной сделки с израилем в основе этой сделки лежит ранее озвученное предложение хамаса освободить 600 заключенных палестинских террористов в обмен на информацию о пленниках удерживаемых в секторе газы в первую очередь это касается израильского бедуина хашима аль-сайеда который находится под стражей хамаса с тех пор как он случайно забрел в газу в 2015 году в данный момент он серьезно болен находится в очень тяжелом состоянии еще один пленный израильтянин репатриант из эфиопии авер менгисту попал в газу так как не отдавал отчета в своих действиях в израиле он находился на психиатрическом учете наконец в третью очередь речь идет о военнослужащих цаала одари гольдине и роне шауле захваченных во время операции нерушимая скала хамас попытался создать впечатление что гольдин и шауль все еще живы таким образом в газе надеются обеспечить более выгодный обмен пленными с израилем в недавней статье в газете пал стайн издающийся под контролем хамаса утверждалось что шауль был прикован к инвалидному креслу а гольдин пребывает в добром здравии по мнению наблюдателей это способ оказать на израиль психологическое давление чтобы добиться осуществления обменной сделки ранее палестинские источники утверждали что речь идет о телах погибших израильских солдат однако хамас не готов сразу отдать живых или мертвых израильтян в обмен на 600 террористов отбывающих наказание в израильских тюрьмах эту цену газа назначила только за информацию о реальном состоянии пленных и похищенных уже затем за новую большую партию освобожденных заключенных можно будет получить либо живых людей либо тела выдвинув свои требования хамас предупредил что если в переговорах не будет прогресса боевики могут предпринять действия по похищению солдат сал и в мирное время пока израильское руководство и силы безопасности не дали ответ на предложение хамаса это промедление и послужило поводом для гневного выступления родственников бойцов бригады гевати на церемонии в иерусалиме известно что по сделке шалита в октябре 2011 года в обмен на 1 пленного израильского капрала гелада шалита из израильских тюрем были освобождены более тысячи палестинских террористов многие из освобожденных вернулись к террористической деятельности в результате их действий затем были убиты не менее 10 израильтян и еще одно событие которое можно назвать военным эхом удивительным образом совпало на прошлой неделе с церемонии на горе герцля пример министр израиля я ирлапид провел 10 июля телефонный разговор с президентом египта абдель фатахом ассиси в ходе этой беседы каирский лидер коснулся вопроса захоронения египетских десантников погибших в 1967 году во время шестидневной войны на территории израиля заброшенные в израильский тыл для подрыва баз ввс сала они не смогли осуществить диверсию и были убиты в бою неподалеку от латруна тела командос погребены в братской могиле которая находится на территории нынешнего кибуца нахшон в общей сложности там похоронены 80 египтян президент ассиси попросил премьер-министра лапида предоставить египетской стране возможность провести эксгумацию чтобы идентифицировать погибших и через 65 лет перезахоронить их на родине с воинскими почестями и соблюдением религиозных традиций я ирлапид с пониманием отнесся к этой просьбе и ответил президенту египта что поручает военному секретарю правительства генерал-майору ави гилю тщательно изучить вопрос перезахоронения и проинформировать о результатах египетскую сторону после ослабления карантинных мер и отступления пандемии коронавируса в израиль пошел турист да еще как пошел бурным потоком точнее говоря пассажиропотоком о том справляется ли с наплывом гостей аэропорт бен-гурион наш следующий репортаж а также в нем покажем что происходит в израиле с багажом господ улетающих смотрите внимательнее это может быть и ваш чемодан прилетевшая из арабских эмиратов обладательница не совсем арабского имени белинда десойо ли марсела стала на прошлой неделе миллионным туристом прибывшим в израиль после снятия 1 марта 2022 года коронавирусных ограничений встречать миллионного туриста в аэропорт прибыл министр туризма константин развозов и представители министерства министр поздравил юбилейного гостя преподнес ему сертификат и памятные сувениры речь свою перед собравшимися развозов начал весьма оригинально мы рассчитывали и надеялись что миллионным туристом станет президент сша джо байден но опять опередили собственные прогнозы сегодня мы встречаем миллионного туриста приехавшего в израиль в этом году год назад наше небо было закрыто действовали ограничения в связи с пандемией появились новые штаммы вируса все это вызвало массу опасений по поводу въездного туризма но несмотря на сложности мы не сдавались ни на одном этапе работая для восстановления нашей индустрии я очень рад что вопреки пессимистичным прогнозам туризм вернулся в израиль миллион туристов приносят деньги в государственную казну создают рабочие места по всей стране обеспечивая доход многим семьям я поставил туристической отрасли важную цель 10 миллионов туристов ежегодно к 2030 году мы будем делать все чтобы это стало реальностью оптимизму и надеждам министра туризма немного помешали обстоятельства в которых оказался аэропорт имени бенгуриона вот уже почти месяц воздушные ворота страны резко распахнувшиеся после пандемии трясет как в лихорадке аэропорт плохо справляется с наплывом убывающих и приезжающих пассажиров причина не только в переизбытке туристов но и в недоборе кадров работники технических и грузовых служб аэропорта отправленные в вынужденный отпуск не вернулись после пандемии на свои места люди нашли другую работу так как не могли существовать на скромное пособие и в итоге в аэропорту образовался дефицит кадров почти в тысячу человек мобилизация кабинетных служащих перевод на рабочие места в бенгурион почти 400 сотрудников и сотрудниц управления аэропортов не слишком облегчили ситуацию нанять новых работников через фирмы посредники не удалось в полной мере охотников поработать летом в бурлящем аэропорту нашлось не так много не выдержав испытания подал в отставку директора аэропорта и все же очереди на регистрацию паспортный контроль и проверку безопасности на минувшей неделе немного сократились тем не менее процесс отлета и прилета продолжал занимать долгие часы на прошлой неделе решением руководства отрасли количество вылетов из международного аэропорта бенгурион сокращено по словам высокопоставленного представителя управления аэропортов сокращение количества полетов сделано для того чтобы снизить нагрузку на аэропорт это значит людям заранее купившим билеты придется смириться либо с переносом вылета либо с отменой рейса скандальное продолжение получила на уходящей неделе проблема не отправленных чемоданов не справляясь с объемом багажа который надо доставить вылетающие самолеты грузовые службы аэропорта попросту оставляли чемоданы на земле в израиле внутренняя территория аэропорта была заставлена чемоданами пассажиров не подозревавших что их вещи не улетели вместе с ними многих этот неприятный сюрприз ждал уже в местах куда они летели в отпуск на отдых или по делам оставалась надежда что к примеру израильтян их чемоданы найдут по возвращении домой а иностранцам багаж отправят позже по адресам но оказалось что это еще полбеды в середине прошлой недели в издании мака и других израильских сми появилось скандальное видео на котором некие сотрудники аэропорта потрошат чужие чемоданы видеоролик где видно как работник аэропорта разбрасывает и портит вещи из чемоданов туристов начал гулять по сети из материала окончательно неясно для чего он или группа в которую он входил это делали то ли ради присвоения чужих вещей то ли в целях сокрытия не отправленного багажа в аэропорту бен-гурион вспыхнул большой скандал из управления аэропортов сообщили о расследовании этого случая выявлении виновных и применение к ним строгих административных мер одного из потрошителей чемоданов уволили и предупредили о передаче дела в полицию было подчеркнуто что злоумышленник был из числа тех кого срочно наняли через посредническую фирму но людям с чьими личными вещами поступили так коварно и жестоко от этого не легче пострадавшие пассажиры обдумывают вариант подачи коллективного иска аэропорту имени бен-гуриона еще недавно считавшемуся одним из лучших в регионе и входившему в десятку международных лидеров придется отвечать за доставленные пассажирам неудобства о том какой урон престижу самого аэропорта нанесем за эти летние месяцы в израиле стараются помалкивать неохотно признаются руководители отрасли и в грубом административно-хозяйственном и кадровом просчете почти парализовавшим работу крупнейшего транспортного узла видимо значительно приятнее рапортовать о миллионном туристе и возрождении важной и прибыльной туристической отрасли ведущий нашей постоянной рубрики недели в истории уже готов начать свой интересный рассказ слово эрудиту николаю лебедеву 75 лет назад 10 июля 1947 года на свет появился один из наиболее ярких артистов отечественной эстрады и телевидения последнего десятилетия 20 и первого десятилетия 21 века илья львович олейников что автор юрия стоянова по всем известной телевизионной передаче городок она не выходит уже 10 лет после смерти илья львович олейникова но память о ней также свежая думаю как и еще 10 лет назад илья олейников можно догадаться что родился он под другой фамилии а именно его фамилия была клявер родился в кишиневе в обычной такой мещанской семье этот район назывался мамайка потом в одном из интервью я львович говорил что я родился такой район там жили в основном какие-то бандитского типа евреи на что интервьюарь который давно его знал говорит ну вот это как раз для тебя подходит значит он родился в через два года после войны вот в этом самом кишиневском бандитском районе мамайка отец его был шорником то есть специалист по изготовлению различных изделий из кожи и имел свой ларек на кишиневском рынке можно представить себе такое бесшабашное послевоенное нищее детство всякие хулиганские компании сам олеников говорил что учился в школе я крайне плохо не испытывал тяги не точным не к естественным не гуманитарным наукам а потому решил стать артистом считают что артисту знания наук и особая образованность вообще не требуется и как это не покажется парадоксальным так она на самом деле оказалось получать театральное образование он поехал в москву и поступал в эстрадно-цирковое училище которое не давало высшего образования как например театральные собственно вузы такие как гитис школа-студия мхат щукинская щепкинский училище давал только средне специальное образование там готовили вот как раз в основном церковых артистов и таким второстепенным направлением была подготовка артистов эстрады то есть там разных эксцентрических певцов пародистов конферансье и тому подобное когда он приехал поступать первый человек с которым он познакомился был невысокого роста носатый юноша как он описывал сам олейников державшийся с невероятным опломбом как оказалось впоследствии это был геннадий хазанов который сказал олейникову что говорит поступать приехал много это не поступишь тут будет конкурс сто человек на место и тем не менее они оба поступили учились на одном курсе вот как раз по линии эстрады окончив училище олейников некоторое время работал конферансье его пристроили в конферансье в ансамбль популярного тогда музыканту одному из основоположников отечественного урока его предсечь юрию саульскому а олейников отличался такой тогда еще клявер точнее нескладная такая высокая фигура и неловкий и он вышел на сцену и умудрился повалить все восемь прожекторов которые стояли на сцене после чего и вот долго извинялся потом их подбирал зрители на это смотрели после чего саульский сказал ему можете молодой человек завтрак сюда не приходить он после этого был призван в советскую армию служил тоже там где-то по музыкальной части потом опять приехал в москву и чтобы работать в мост концерте дважды женился эффективно на москвичках и образе ему пришлось развестись потому что его эффективные жены находили себе настоящих мужей не эффективных и значит требовали развода своего эффективного мужа после второго эффективного развода он вынужден был уехать домой в кишинев и по линии вот этой молдавской филармонии работал в разных провинциальных городах преимущественно в самой молдавии и на украине и в одной из такой поездок в город славянск донецкой области который сейчас известен тем что там ведутся активные боевые действия в то время это было никому неизвестное такое захолустье провинциальное там значит он был конферансье ведущим концерта и познакомился со своей будущей женой который уже стал его третьей женой и первой настоящей не фиктивной она была ленинград к а приехала в этот город славянск на практику после окончания института они когда встретились она принадлежала к такой интеллигентной ленинградской семье собственно его жена ирина олейникова и когда она представляла своего будущего мужа своим родителям значит но тёща была не в восторге мягко говоря от него и потом дочь спрашивает ну как тебе он как ну так себе это то что он евреев но на фоне остальных его недостатков это еще терпимо сказала тёща тем не менее не поженились у них родился сын известный сейчас музыкант денис клявер который раньше выступал в составе дуэта чай вдвоем со станиславом костюшкиным потом от дуэт распался ну и сейчас он довольно известная личность на музыкальном небосклоне нашей страны а илья олейников тогда все еще клявер нашел себе партнера для выступлений в лице артиста тоже ленинградской филармонии романа казакова ну надо сказать что он был такой же казаков как клявер олейников настоящий его фамилия была бронштейн и талантливый актер такой сейчас ее мало кто помнит но я например с детства помню различные там у них была рубрика пародии на спортивные репортажи в популярной программе утренняя почта и самый знаменитый у них был скетч когда значит интервью как тренера со спортивным журналистом и вот этот самый тренер в исполнении вот этого казакова настоящей фамилии которого была бронштейн что вопрос конечно интересный вопрос конечно интересный вот это выражение вопрос конечно интересный вошла так сказать в повседневную речь миллионов советских людей после этой передачи к сожалению в самом начале перестройки восемьдесят шестом году вот этот артист роман казаков бронштейн скоропостижно скончался и илья львович остался без партнера и как раз пошла либерализация появились различные юмористические передачи многочисленные типа герои типа аншлага на телевидении все думает про себя вот появились там на телевидении выступают шифрин моложе меня вина кур клара новикова они вроде так не талантливее меня особо то но вот им зеленый свет и нельзя сказать что это антисемитизмом объясняется то что меня не продвигают ведь они тоже той же национальности что и я и вот как-то у него все не складывалось не складывалось но видимо это еще зависит от того что он жил в ленинграде они в москве потому что только в масштабах ленинградского областного телевидения мог блистать а те кто жили в москве те конечно имели возможность сниматься в общесоюзных передачах типа аншлага и наконец летом 90 года на съемках художественного фильма такого сборника по анекдотам по моему так и назывался анекдоты он познакомился с юрием стояновым причем дело было 10 июля они пришли на съемки оба с выпивкой закуской и оказалось что у обоих день рождения в один день 10 июля только с разницей в десять лет олейников родился в сорок седьмом году а стоянув пятьдесят седьмом году и кстати когда он работал еще с казаковым в диму винокур посоветовал все-таки взять псевдоним и он вот стал олейниковым взяв фамилию жены а жена так и осталась клявер и сын клявер а он стал олейников познакомившись они сразу поняли что они сработаются начали работать в программе адама в яблоко ведущий был такой кирилл набут на петербургском телевидении потом петербургский канал 5 начал вещать на всю страну вот я помню тоже когда жил в детстве в пенде тоже смотрел эту передачу правда что-то эту рубрику не запомнил а с 93 года начала выходить программа городок которую я думаю все кто старше более менее детсадовского возраста знают и помнят хотя она не выходит уже 10 лет по сути своей программа городок представляла из себя инсценировку различных анекдотов или каких-то комических ситуаций по большей части анекдотов пародию на телевизионные программы на кинофильмы даже на кино даже на живопись и еще рубрика была там приколы нашего городка когда там скрытой камеры снимали тоже разыгрывали с прохожими различные скетчи и парадоксальные ситуации вот она лет 12 выходил в таком формате получасовом раз в месяц выходил новый выпуск на канале россии между ними каждую неделю показывали старые выпуски потом где-то середина двухтысячных годов стала выходить передача в городке еженедельная уже каждую неделю нужно было делать новый выпуск она была восьмиминутная более укороченная и переиграли ну конечно стоянов может показаться зрителю более ярким актером он видимо таковым и являлся на самом деле особенно многим запомнилось его исполнение женских ролей такое очень талантливое проникновение в женскую психологию но и илья львович конечно тоже старался держать марку именно вот в таком авторском партнерстве у них получался делать такой выдающийся качественный продукт илья львович к сожалению много курил и умер от рака легкого осенью в ноябре 12 года но все дети и лица более старшего и младшего возраста жившие там с 90-х годов до начала второго десятилетия 21 века знаю знают и помнить его как лицо отечественного телевидения и нашей советской российской юмористической сцены виртуальные жених и невеста виртуально поздравляем вас с заключением виртуального брака и желаем виртуального счастья на долгие виртуальные годы как тебе такое поздравление но а дети тоже виртуальные или дети настоящие звучит как немного странно но как оказалось на уходящей неделе она вполне жизненно и законно суд в израиле вынес вердикт мвд обязана признавать браки заключенные в интернете то есть такие браки в израиле уже заключались а теперь их должны будут признать государственные органы именно так о том как судебное решение может повлиять на решение проблемы гражданского бракосочетания в еврейской стране наш следующий репортаж в израильском городе лот суд центрального округа вынес решение обязывающие чиновников министерства внутренних дел регистрировать так называемые ютские браки речь идет о церемонии бракосочетания впервые введенные в американском штате юта во время эпидемии ковида там сделали возможной регистрацию брака путем видеоконференции в программе зум заключить такой брак в государственном органе штата юта могут граждане сша и любые иностранцы достаточно провести верификацию документов брачующихся по заверенным и отправленным в юту копия затем проводится так называемая брачная видеоконференция и после онлайн церемонии женихи и невесты или в ином своем сочетании могут законным правом считать себя супругами в израиле уже около 500 пар успели заключить такие семейные союзы но новобрачные столкнулись с противодействием министерства внутренних дел которая отказывалась признавать и регистрировать ютские браки чиновников мвд поддержали депутаты кнесета представители право религиозных партий и традиционная общественность однако теперь после решения окружного суда основанного на более ранних постановлениях высшего суда справедливости богатс мвд вынуждена признавать браки заключенные в сша при помощи зума израильские официальные органы должны считать действительным свидетельство о ютском браке о том будет ли мвд опротестовывать судебное решение израильские сми пока не сообщали вердикт судовлоде не решает проблему гражданских браков в израиле этот вопрос уже многие десятилетия остро стоит для тех пар в которых одним или оба вступающие в брак не евреи по аллахе обещания которые дают партии своему электорату перед выборами не выполнялись ни разу в стране где существует и доступна только одна форма бракосочетания религиозная иудейская этим людям невозможно ставить законной семьей им приходится выезжать в другие страны чтобы зарегистрировать браки в тамошних органах городского управления евреем по отцу или членам семей евреев которым отказано в проведении еврейской свадебной церемонии приходится жениться или входить замуж в ратушах чехии городских управах греции кипра грузии и других стран правда затем их свидетельство о браке регистрируют и признают в израиле брак по зуму или ютская свадьба облегчат жизнь этих пар только тем что заочное заключение семейного союза в штате юта вместе с нотариальным подтверждением документов в израиле все равно обходятся дешевле путешествие за три моря однако нельзя сказать что признание онлайн бракосочетаний хотя бы на миллиметр продвинуло решение проблемы гражданских браков израиля в реальной они виртуальной жизни все по-другому и снова о еврейских потерях недели все трое этих людей имели прямое отношение к миру кино и прожили с искусством долгую и плодотворную жизнь каждый из них имел еврейские корни в россии хотя жили и умерли они совершенно разных странах а двоих из покинувших мир на минувшей неделе можно сказать и герои и произведения могут о многом сказать любителям детективов и криминальных драм о третьем могли бы рассказать его дети и внуки наследники и продолжатели актерской династии в сша ушел из жизни американский актер джеймс каан известный по роли сони корлеоне в фильме крестный отец за эту роль актер номинирован на премию оскар и золотой глобус помимо крестного отца каан запомнился зрителям по фильмам люди дождя игрок и вор джеймс амунд кан родился и вырос в бронксе в семье еврейских эмигрантов среди его одноклассников был фрэнсис форд коппола кан женат четыре раза одна из его жен шейла мари райан бывшая муза элвиса пресли актеру было 82 года в англии возрасте 94 лет скончался монти норман еврейский композитор автор саундтрека и всей музыки к 24 фильмам о джеймсе бонди мордыхай норман родился в восточной части лондона в еврейской семье его отец и бабушка были выходцами из российской империи монти норман известен не только тем что писал культовую музыку к фильмам об агенте 007 в разные годы жизни композитор сочинял песни для мюзиклов и фильмов а также для поп-звезд таких как клифф ричард израиль стал последним местом жизни российского актера и театрального педагога народного артиста россии михаила каплана михаил яковлевич умер в возрасте 89 лет главной и любимой ролью каплана был тевье молочник в поминальной молитве по пьесе григория горина героя рассказов шалом алейхима михаил каплан играл в течение многих лет на сценах российских театров самым родным из которых для актера было оставался пензенский драмтеатр актерскую династию продолжили актриса театра кукол елена макарская и ее сын внук михаила яковлевича каплана актер театра и кино антон макарский приносим свои соболезнования потомкам великих людей наш постоянный раздел стендап тора это комментарий к недельной главе сегодня мы услышим его отраве на общины байт сфаради рэба и лазар не симва а рыба и лазар расскажет про недельную главу пенхаз добрый день дорогие друзья сегодняшняя недельная глава пенхаз мой доберем ушел ему рассказать и вышли мужа пенхаз пенель азар бинар у накоин и шивит хаматиме альбини саби кануэт кеннати биду хам вилох и летит бенни саби кенаты пенхаз сын ил азава сын аарона как бы внук аарона успокоил мой гнев отворотимого гнев от сына израиля ревнуя моей ревности среди них я не истеребил сына израиля в моей ревности мы помним прошлой недельной главе когда земли бен салу привел медианитянку прямо в стан еврейский стан тогда пенхаз взял копье умертвил и его и медианитянку из-за этого всевышний здесь теперь говорит что вот из-за этого случая он разгневался на еврейский народ хотел уничтожить полностью от пенхаз его успокоил его гнев и в итоге всевышний не уничтожил еврейский народ мы видим здесь пенхаз написано маленьким юдом одна буква пенхазе она маленькая это говорит о том что пенхаз до этого события был никто на самом деле бы с аарон был коином его сын и лазар тоже был был коином когда всевышний приказал что потомки аарона будут коинами уже пенхаз тогда уже родился и это не касался пенхаза всевышний значит сделал коинами четверих сыновей аарона и самого аарона а те кто уже их дети они были коинами и после того как они стали коином и после них которые родились дети они уже были коином а до этого где дети которые были у них они не подбатали под этот статус и пенхаз тоже до этого был никто и жена и лазара был из потомков значит и тесте мужа из потомков и тро поэтому так сильно его не любили и никто не обращал на него внимание он был таким человеком что никто не замечал его поэтому написано буквой юд маленький показать что он был маленьким что никто не обращал на него внимание а после этого события всевышний возвеличил его и дал ему статус и он стал вечным коином на самом деле если мы увидим в законах коин которые кого-то убил он не имеет права благословить народ но здесь наоборот и человек который не был коином из-за того что убил кого-то он получил статус коина за то что он возревновал из-за всевышнего убил этих двоих и написано что мой гнев отвратил от народа израиля и каким образом он отвратил гнев всевышнего от народа израиля ведь мы знаем двадцать четыре тысяч человек умерла вот когда было это событие всевышний начал умертвовать народ оказывается вот эти двадцать четыре тысяч были выходцы из египта не евреи египтяне и другие народы которые присоединились к евреям всевышний умертвил их и здесь можно увидеть на иврита написано грамматически миал бенисай как бы от народа израиля если он отвратил гнев всевышнего от народа израиля значит здесь можно понять что от них никто не умер а кто же этот двадцать четыре тысяч получается что это эрврав это инородцы которые вышли с еврейским народом поэтому скажи им я заключаю спин хасам мой союз мир шалом это мир наши мудрецы говорят что вот в слове шалом вав она разделена есть в букве вав трешина обычно она бывает прямая палочка здесь она разделена на две части это все фильтре тоже свет которые пишется так почему и на что это намекает это намекает на то что когда пин хас сделал это действие когда он умертвил этих грешников и встал встал колено шимона хотели убить пин хаса от испуга у пин хаса отлетела душа пин хас на время умер и когда его душа отлетела были две души сыновей аарона надо ваги объем которые не попали в другой мир куда должны были попасть им нужно было вырваться как-то и они присоединились к душе пин хасу и верну душа пин хаса вернулся обратно в тело и пин хас ожил из этого момента в пин хасе было бы было два две души душа надава и душа и объем и поэтому еще одна причина того что он заслужил стать коина именно потому что и духовная составляющая пин хаса теперь было коином потому что четыре сына аарона не были коинами теперь их души в пин хасе поэтому он заслужил быть коином и быть будет ему и его потомству вечным союзом и все его потомства будут коинами среди еврейского народа вишем израэль израэль хамуке ашин рукает бен дианит земри бен салу неси вид ав лашим ауне вишима еще мука медианит козби ватсу рош умот бет ав бе медиан ху имя убитого израильтянина который был сражен вместе с медианитянкой земри бен салу глава отчего дома в колене шимона а имя убитого медианитянки козби дочь сура главы племен отчего дома в медиане мы видим насколько медианитяне ненавидели еврейский народ что чтобы ввести в грех еврейский народ и чтобы посредством этого евреи получили наказание от всевышнего саль даже послал свою дочку чтобы развратить народ войдобер адунель мушили морсарор это медианим веки тиму там господь сказал может тесните медианитян поражайте их ибо они ваши враги чинившие против вас козни в деле пиора и в деле козби дочери вождями медиана их сестры убиты в день мора из-за пиора мы видим и здесь приказ еврейскому народу чтобы они уничтожали медианитян и про египтян не написано такое а про медианитян написано потому что египтяне все-таки они хотели уничтожить еврейский народ физически а медианитяне хотели разрушить основу еврейского народа они хотели уничтожить их духовно поэтому они хотели развратить и народ и посредством этого чтобы они получили наказание поэтому такой приказ от всевышнего чтобы они уничтожили медианитян чтобы их поразили а вот что было после мора господь сказал мужу и лазар священника ароны сделайте переписи общины сынов израиля и после того после этих событий когда все улеглось всевышний приказал чтобы подсчитали народ потому что всевышнему очень важен еврейский народ конечно он знал насколько их там остался но для того чтобы показать свою любовь к еврейскому народу что для него важен каждый человек каждая душа он сказал что они пересчитали весь народ вот мы здесь видим основной здесь и герой пинхас в итоге мы сказали получил первосвященство и получил священнослужение и его потомки и он получил с вечный союз это бессмертие в итоге пинхас жил очень долго даже жил во времена когда евреи зашли в израиль и он долгое время жил там потом после определенного события он превратился в ильяу на она ве и ильяу она ве тоже долгое время жил среди еврейского народа но в итоге всевышний забрал или ильяу к себе живым потому что у всевышнего был заключен с ним союз вечный союз что он не умрет поэтому он взошел к всевышнему живым как произошло что пинхас превратился в ильяу и на самом деле статус пинхаса она была более великой чем ильяу было во времена судей был такой человек ифтах еврейский народ перед войной назначили его предводителем и он когда вышел на войну он сказал всевышнему если я вернусь с победой все что выйдет из моей двери я принесу для тебя в жертву и он пошел победил войну мы до этого рассказывали этот рассказ полностью и в итоге и он победил когда возвращался домой вышла его дочка встретить его первое что он увидел из его двери вышла это его дочка поэтому пришлось ему принести свою дочку в жертву есть разные мнения он принес дочку в жертву есть мнение что он построил для неё замок и поставил поселили ее ее в этот замок и она до старости лет жила там в одиночестве как бы ни было на самом деле он дал обед этот обед можно было отменить но должен был быть глава еврейского суда то время глава еврейского суда был пинхас он жил в другом городе и ифтах можно сказать что был царем а пин пинхас был головой еврейского суда ифтах не пошел к пинхасу чтобы он отменил его недель если бы и ифтах пошел к пинхасу то пинхас мог бы отменить недель и в итоге пинхас ифтах не пошел к пинхасу и погубил свою дочь из-за гордости и он тоже получил свое наказание что он в итоге заболел тяжелой болезнью и в каждое каждом городе когда он бывал отваливались части его тела его тело гнило и написано что ифтах был похоронен в городах израиля что значит в городах что вот его каждая часть его тела похоронен в разном городе и пинхас тоже мог бы пойти несмотря на то что ифтах не обратился к нему он сам мог бы прийти к ифтаху и и разрешить эту проблему и отменить его обет но пинхас тоже не пошел что он сказал почему я глава верховного суда должен пойти к нему и он сам пусть обращается в итоге пинхас тоже получил свое наказание он преобразовался и стал или я у анави и начал пророчество стал пророком богом это мы видим что двое человека за то что они немножко не уступили друг другу получили в итоге свои наказания но как бы не было однажды если всевышний сказал что будет вечный союз будет жить вечно то это так и есть и в итоге все или я он не умер он поднялся живым на небо и когда написано что придет машина предвестником машина станет или я у или я у придет объявить что этот человек мошина и многие истории есть что или я у иногда время от времени приходит к определенным людям к мудрецам обучает их вот это событие то что пинхас возревновал и обратил гнев и от сынов израиля гнев всевышнего в итоге он получил такую награду вот это наша недельная голова пинхас вопрос о том может ли код служить своему хозяину в качестве навигатора в автомобиле мы сейчас попробуем решить а для этого с помощью постов и видео из израильских соцсетей соединим наши традиционные рубрики комик недели и котик недель сотрудники дорожной полиции иерусалима остановили автомобиль водитель которого говорил по мобильному телефону в ходе движения что запрещено правилами но каково же было изумление полицейских когда они заглянули в салон машины внутри не было ни одного кресла включая водительское сам водитель восседал на перевернутом ведре а по всему свободному пространству салона по хозяйски расхаживал большой пушистый код водитель сначала наотрез отказался покидать свое ведро и выходить из машины потом все же вышел и быстро прикрыл дверь в ответ на требование предъявить права шофер заявил что документы где-то внутри но он боится снова открыть дверь так как может убежать код но сбежал в итоге не код а человек смекнув что дело пахнет керосином водитель впрыгнул в салон машины плюхнулся на свое ведро и дал по газам котовладельцу и ведросидельцу удалось уйти от погони его пустую брошенную машину нашли в нескольких километрах спустя пару часов водитель явился в полицию с повинной оказалось что у этого 23-летнего жителя восточного иерусалима вообще никогда не было водительских прав на руках у него был все тот же пушистый код большой художник это определение очень подходит человеку давшему на этой неделе интервью двум кадрам и дело не только в том что сергей цыгаль высок и строй а какая борода он действительно большой российский художник чьи работы находятся в музеях и галереях по всему миру наш собеседник выходец из большой и знаменитой семьи имена его родных известны всем мариета и мирель шагинян виктор владимир и александр цыгаль это писатели художники и скульпторы жена сергея цыгаля была народная артистка россии любовь полищук а еще у него есть племянница известный модельер маша цыгаль я кстати недавно встретил в книжном магазине и дочь актриса мариета цыгаль полищук но если мы будем перечислять всех этих знаменитых членов семьи что мы оставим тогда для нашей замечательной беседы с самим сергеем цыгалем и так наше интервью с художником и актером сергеем цыгалем но я хочу с божьей помощью без раташе а проанонсировать интервью которое будет через неделю это интервью с шикарным алексеем кортнил но очень если если все срастется это будет шикарнейший интервью очаровательный интеллигентный такой спокойный спокойный парень сергей викторович цыгаль московский художник кулинар путешественник родился 6 декабря 1949 года в москве мать мирель шагинян художница отец виктор цыгаль художник академик российской академии художеств семья цыгаль происходит из одессы дед ефим давидович цыгаль был инженером-строителем учился во франции сергей цыгаль окончил географический факультет мгу в 1973 году затем московское высшее художественно-промышленное училище бывшая строгановская в 1986 году член московского союза художников участник выставок с 1980 года работы цыгали находятся в музейно-выставочном фонде министерства культуры россии в музее современного искусства в государственном музее эквадора а в частных коллекциях россии финляндии франции германии великобритании сша израиля японии мексики и швеции дед сергея цыгали яков самсонович хачатрянц филолог переводчик с армянского языка бабушка мариэта шагинян писательница дядя владимир цыгаль народный художник ссср двоюродный брат александр цыгаль скульптор двоюродная племянница маша цыгаль модельер жена любовь плещук народной артисткой россии дочь мариэта цыгаль плещук актриса внук григорий сердюк родился в 2010 году 16 сейчас 16 лет те люди которые сидят справа и слева от вас плотно и очень очаровательно выступают вашими поклонникам я считаю что одна из лучших кулинарных программ и программ travel travel курина которые вы снимали этих было очень много разных я я после любвиные смерти вышло всего кстати в израиле вышло 7 программ 7 программу записали 16 из них вышло 7 остальные константин львович убрал на полку после любвиные смерти и после этого мы снимали с дочкой кулинарное путешествие охотники за рецептами потом я два года было на канале домашний домашний потом я был на канале мир программу на шашлыки два года она была записали там по 52 что ли больше ста программ вот эти были и вообще это все любо как называется меня раскрутил и поэтому мои заслуги вообще в этом нет хотя готовил всегда я действительно а как выхлоп от какого канала был самый большой но для нашего штука вышла нужно узнаваемость конечно наркотик это уже не узнаваемость даже сейчас происходит но я это все отношу абсолютно не моя заслуга и все так нашу к любимой популярности в основном это происходит где-то в провинции в провинции в российской или вот я сейчас был в ереване там меня какие-то люди узнали как как ни странно и где-нибудь там на дальнем востоке в хабаровске может подойти и до сих пор выразить соболезнования по поводу любиной смерти даже так а вы добирались сейчас сюда из израильского посольства на метро да а вас узнать метро не да нет конечно да что я же не я же говорю я не алл пугачёв я давно уже сбиты летчик но как только прекращается телевизор и все это прекрасно телевизор такая штука которая действует быстро ярко до магически но но не долго как мы с вами есть youtube есть там другие телеканал не обязательно на первом канале сейчас до сих пор федеральные каналы крутят ваши программы записнушки федеральные ну вот там мир от федеральный канал они крутят да конечно я не смотрю это слава богу ничего я смотрю только мужской канал то есть ваше имя и теннис работает на вас даже после того как приостановился роман моё имя фамилия прославлено не мной не хочу себе чужие лавры присваивать вот володица галь знаменитый скульптор папа у меня был замечательный художник график люба была знаменитость такая все все российские все союзные ну моя шагинян бабушка была при советской власти была знаменитой писательницы то есть она собственно когда мы с вами шли в нашу студию вы сказали фразу что вам вас обзывали жиденком в детстве как вот как в каком возрасте вы узнали что вы еврейский мальчик ой ну маленьким конечно конечно маленький и я не помню я уже сейчас не помню я это сказала лето какая-то какое-то общее место какая-то легенда когда по-моему я сказал пришел вской школы скал ну ладно папа евреи маме я сказал но мы-то с тобой русские сказал я с обидой ну во всяком случае меня записали паспорте армянином поскольку это было менее таскать не троида криминально да да но это работало да нет конечно где нигде и это рам я вот я вам расскажу это было уже относительно недавно где-то то ли в двадцатом году в двухтысячном году то ли в девяносто девятом мы с мамой были по приглашению замечательных людей в марокко у них там была такая студия они приглашали мастерская мы работали там полтора месяца жили в центре марракеша прямо в этой медине я каждый день с блокнотом ходил рисовал по этому рынку все время рисовала и все эти торговцы есть не торговался нам какие-то кожаные сумки что-то там покупал какие-то вещи и уже через какое-то время мне махали рукой говорили алибаба алибаба борода усы алибаба ну алибаба я приветствовал алибаба алибаба и так продолжал целый месяц и вдруг я услышал шалом алибаба то есть они очень хорошо отличают даже там а уж тут-то но ничего мальчик среди евреев тоже хорошие люди было где вы родились и какого москве мальчик я московский я родился в кремлевском роддоме в денежном переулке и родился я под утро и папа сказал медсестре если бы будет девочка то не будите меня а если мальчик то разбудить дело в том что сестра моя родилась сорок первом году и отца не было в это время поэтому бабушка и мама сделали ее шагинян и вот мы родные брат с сестрой она шагинян а я цыгаль потому что сорок девятом году когда я родился папа уже с фронта вернулся и уже он был здесь и поэтому я цыгаль вот а дочка моя мама рета цыгаль который мариат сергеевна полностью по имя и отчеству тезка бабушки мариат шагинян она не шагинян она была всегда цыгаль и после маминой смерти она взяла через дефис фамилию мамы и она цыгаль плещук вот так что вот у нас так все а из роддома кремлевского вас привезли куда а я это рядом переулке мы в плотниковом жили плотников переулок угловой дом диетический магазин там сейчас и бабушкина мемориальная доска и у нас еще в угловом подъезде жил папанин который на льдине дарифовал великий географ там стоит сейчас памятника куджаве франгуляна ну вот туда меня и привезли я думал что даже прикатили это рядом метров двести а он стоит прямо на садовом да кто окучала нет он стоит на арбате на арбате франгуляна бродский стоит на садовом и дальше еще памятники просто этого может быть второй где-то нет 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 второй палец на 11 окуджаве один окуджал там рядом и рыбаков там заходил к нам кстати анатолий наумович а вы учились десять лет в одной школе или меняли я больше того я начал в коктебеле ходить в школу я прошел в школу поскольку я декабрьские семь лет не успел в декабре то а мама меня дала там школу родители художники они задерживались долго в крыму и поэтому а я с ними был и меня отдали в школу там есть что маме удалось когда я помню ей удалось всех брили наголо под машинку а я был кудрявый мальчик и она попросила разрешения меня не брить и я остался кудрявым я ходил там школу первую четверть первого класса вот потом уже мы в октябре в ноябре уехали я уже стал ходить в москве 58 школ до проходил там все десять лет а вы уехали позже из-за того что сезон там продолжался до летний из-за этого нет из-за того что родители работали им какой сезон они работали мама писала этюды папа тут писал и дел графические листы и книжки иллюстрировал и ковал металл вот папа у меня был совершенно такой возрожденческий художник который все умел и он по плотницкому делу и он лекс электрикой был на ты и ковал и удивительно было иллюстрировал книжки рисовал рубил из камня делал все но формально по секции был графикам а там же дома пока еще не было когда вы оттуда уехали как был а вы пошли в школу вы 39 39 года 40 49 извините а вы сказали что дом появился в сорок седьмом до в семь лет ну вот только дом появился вообще историю могу рассказе это сто раз рассказывал но дом появился так марьи степана волошина максимилианом до максимально за анчидом арестепана волошина которую я звал маруся и был с ней на ты поскольку она я там рос в этом доме семья была все все на потом мы все свое таскать личное имущество завещал маме с бабушкой мария ты гуляла по коктебелью переходя через мостик там стоял такой вот об двух комнатах с крыльцом земляными полами домик без забора без ничего рассказал мария то купила бы ты дом а я не останавливаясь прошли через мостик до шоссе прошли налево по улице ленина до сельсовета и бабушка совершил подлог она расписалась за маму она написала не марета шагинян а мир эль шагинян мария степана волошина продала а мир эль купил бакуского сделаю подарок дочке к окончанию суиковского института и сделала подарок за пять тысяч рублей тогда мама сказала после войны пять тысяч рублей стоило пара хороших женских туфель вот за такие деньги у нас имение в крыму а у волошина большой дом был ну волошина какой был такой остался он стоит музеи там у мороси было мастерская две комнаты столовая то что осталось за нее остальное макс завещал литфонду и туда приезжали писатель а потом стали строиться вокруг расстроились и была большая территория разделена на две части пола ленинградская территория по условно там жили писать ленинградские было московская территория а потом уже когда союз развалился все стало вершать раздали это перешло к украине дальше все это распозали и продали по по корпуса по частным хозяевам а каждый обнес свой корпус забором и в соответствии со своими эстетическими воззрениями устроил там свои каменные фонтанчики и так далее в общем сейчас это все в ужасном состоянии разоренная закрытая закрытая теннисный корт где играл где играла я не знаю анна дмитриева например приезжала играл когда бывало там и там теперь стоит недостроенный корпус начали строить бросили кит железный забор вообще чудовищно все это выглядит и коктебель моя малая родина а музей работает и люди ходят в мастерская волошинская на месте все время реставрирует все время какие-то проблемы ну музей маленький далекий мне кажется коктебель это единственное место где остался какой-то дух интеллигентности в крыму дух вот поэта всеребряного века дух вот этот вот я думаю что это тарский какой-то это знаете это ваше хотение вот я думаю что к сожалению что там не осталось уже потому что раньше туда приезжали лучшие люди страны и чтобы увидеть я не знаю какого-нибудь Евгения Александровича или Василия Павловича или Роберта Рождественского или Акуджаву люди специально приезжали Агилетфоновский пляж был огорожен и нельзя было туда и вот Юлик и Ким пел что-то такое на каком-то пляже предположим утром ляжет наш дорогой Мирзо Турсум Заде он лежит и в усне дует и задо свое турсует попивая коньячок или олиготе а читательская масса где-то рядом греет мясо все у нас попивая водочку или думая о ней все у нас писателям читателям уже фиг не все писатели могли приехать в самый главный месяц август когда было лучшее время и были корпуса 19-й был для секретарей для писателей велипатов я помню там не знаю кожевников там только не было там были все секретари все и я там ребенком ходил по пляжу собирал автографы есть коллекция некоторая коллекция автографов там не знаю Юлиан Семенов Генрих Боровик у меня есть я не знаю и в Москве у меня Райкин есть Паустовский есть написанные книжки Некрасов Виктор Платонович он дружил с родителями вот а вас в детстве а вы их всех знали или вам показывал кто-то вот это вот Паустовский это Некрасов конечно знал я с Петросяном в шахматы играл на пляже Валентин Иванович Ежов и Рустам Ибрагимбеков писали сценарий Белого солнца пустыни в Коктебеле а Ибрагимбековы братья? Рустам Ибрагимбеков это его фамилия Ибрагимбеков кто они? два Ибрагимбековы или нет? нет я не знаю второго был Рустам он умер недавно с которыми Вайнер дрались где-то там в ресторане не знаю не знаю эту историю знаю что Вайнер какой-то был был какой-то антисемит сейчас я не помню фамилию который бегал в ресторане кричал там что-то евреи 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 и ткнулся в живот Вайнеру и поднял голос он сказал ты еще жид он сказал я не жид я жидище и дал мутер по башке молоком да вот я не жид я жидище Валька Тур рассказывал нет ну всех я знал конечно я не знаю кто-то у нас дома бывал вот вот мама дружила с Евгением Санычем и мы как-то даже вот довозили до Симферополь на машине и он приходил к маме там на день рождения когда-то ну была хатта у нас дома была в Коктебеле это тоже я помню и Фазиль Искандер приходил ну конечно всех мы знали там а получается что вы все каникулы школьные проводили конечно конечно сразу в мае туда и после школы и все лето там я поэтому и в университет пошел потому что я сидел в лягушачьей бухте и ловил рыбу на скалке сидел и ловил зеленушек там и бычков маленьких и решил что я хочу стать их теологом и в общем почти стал но университет закончил почему я и сказал извините почему я и сказал что большие художники это художники которые начинали с детства которые с детства рисовали которые ходили в московскую художественную школу потом поступили в Суриковку или в Строгановку закончили и когда это все произошло я в это время в университете я говорю о ровесниках или кто-то там чуть старше чуть моложе и потом они всю жизнь так сказать занимались профессией и стали народными художниками академиками в ряд всяких премий я не знаю вот профессора Наташа Нестерова Таня Назаренко вот Саша Рукавишников вот Переславец походу больших у Митя Тугаринов замечательный скульптор брат мой Олег народный академик это большие художники которые много сделали и всегда в профессии я во время занимался вообще неизвестно чем и после университета я правда там подходил в рейс и по всяким экспедициям поездил и полгода провел в Индийском океане и вот так этого хватило этой профессии я свинтил и папа строго сказал я даже поступил с ювелиркой в молодежную секцию союза художников и в общем мог бы и уже на этом успокоиться но папа сказал что художник должен быть с образованием с железной рукой отвел меня в зоопарк и я рисовал там вот Белашов был скульптор анималист вот он меня то отвел и я там рисовал и после этого занимался рисованием перед поступлением в Строгановку в 80-м году только в 30 лет я поступил учиться и закончил через 6 и в общем вот с тех пор и потом еще были всякие я писал в журналах потом вот был этот телевизор и как-то все так менялось а можно чуть подробнее вы закончили 10 классов да когда вы начали подумывать об образовании и почему МГУ понятно что это лучшее образование блестящее почему геофак как это вы к этому пришли после 9 класса в 65 году меня учительница биологии отвела в 9 классе она меня отвела в на биофак в университет на кафедру их теологии вас одного или это была экскурсия не меня она отвела поскольку я вот хотел этим делом заниматься она меня отвела к своей знакомой Ключеревой Ольге Александровне покойной ныне она там работала и я там сидел вскрывал какие-то желудки корюшки дальневосточные и даже какую-то статью написал и после этого после 9 класса меня взяли в экспедицию на южный сахалин я в 65 году на ту-104 летел на южный сахалин вот так вот знаешь как лягушка которая прыгает он же самолет такой магистрал он так пэмс 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 на заправку ну конечно 100 остановок было всяких там я не знаю Екатеринбург там Красноярск Благовещенск Хабаровск да это без родителей без родителей без было 15 лет да 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 это было да конечно какая была ваша функция я был в экспедиции скат молоди горбуши значит моя функция была такова через бурную горную речку такую ледяную был натянут трос закрепленный а там на тросу было несколько точек три или четыре ну по ширине реки она была неглубокая но очень бурная бурная надевался водолазный костюм прям настоящий но под горло то есть голова была открыта потому что да ты не нырял и ты прищелкивался какой-то фиговины к этому тросу и такая есть сетка кинолева она называлась такая рамка прямоугольная и довольно длинная мотня и вот в темноте а это происходило через каждые по-моему четыре часа а иногда какие-то были специальные дни раз в неделю надо было делать каждые два часа и вот ночью там вот особенно ночь занят ночью прешься во всем на трассу через речку и там стыкаешь эту сетку и держишь ее в нее должна попасть а в нее попадает да в нее попадает и ты должен это держать определенное время я сейчас не помню 30 секунд там 20 секунд минут ну что то такое потом ты ее вынимаешь тащишь на берег развязывается мотня и в таз высыпается вся рыба ее нужно посчитать это вот такие мальки они ночью это время но это же архи сложная тема нет для взрослого сильного человека нет но я все-таки был уже сколько мне уже 15 лет я помню что я там выпил стакан сучка водка сучок у меня стакан налили я его хлопнул вот вот было дело и так потом водки 15 лет перед работой нет может быть не перед работой днем было где-то ну нет не перед работой выпил стакан так по всем точкам и обратно не заболели нет от чего и сколько вы там провели ну месяц это была экспедиция а спали в палатке соответственно да спали да в каком-то палатка или это был какой-то избушка а мошкара комары вот это вот ну конечно мошкара комары но нет вот я был еще в университете в черневой тайге в экспедиции на практике мы описывали растительность потому что я я поступал кстати на биофак не получилось там надо химию сдавать физику я математику в общем не сдал я экзамен расстроились не я сильно расстроился на следующий год я поступил на географический факультет был биологический а это был географический на кафедру биогеографии вот его значит эту кафедру я закончил но мне разрешили в порядке исключений писать курсовые работы по по рыбам я писал по плавательному пузырю и диплом потом писал по паразитам лососева а вот то что вы дело сделали публикацию в девятом классе когда корочки животы вскрывали да она эта публикация пошла в зачет при поступлении да нет конечно да нет конечно ну как куда какой зачет я вам скажу когда я поступал в строгановку на вечернее отделение и да и поступил то там была дисциплина история партии если помните помню конечно вот историка псс историка псс я пришел к этой даме вот с такой халой на голове и сказал вот смотрите я закончил университет и сдал кандидатский минимум по философии потому что я там уже собирался писать диссертацию и сдал кандидатский минимум может быть можно меня освободить еще раз от вот этой учебы а сказала да в МГУ сильная была сильная кафедра да я знаю там сильные преподаватели и там история партии на хорошем уровне преподается но вы закончили МГУ в семьдесят третьем году а сейчас восьмидесятый год за эти семь лет прошло два съезда и много партийных конференций наука и история партии не стоит на месте она движется вперед поэтому изволь иди и сдавай а чем вы занимались этот год между между первым поступлением и вторым я пошел работать во всесоюзный институт в НИРО такой есть кстати он здесь рядом на верхней Красносельской улице всесоюзный научно-исследователь институт морского рыбного хозяйства и океанографии он чуть ли не старейший институт в стране он по-моему семнадцатого года и в нем я работал и после это тот который около тройки Ашана на трешке на верхнем Красносельске ну он ближе сюда он вот от метро если дойти до метро и повернуть направо подняться наверх немножко с правой стороны он да вот он старинный институт и там я работал младшим лаборантом в почему-то в лаборатории экономических исследований где было место и платили мне зарплату как сейчас помню это был шестьдесят шестой год мне платили зарплату сорок пять рублей такая зарплата не облагался налогом значит мне платили в зарплату аванс мне платили двадцать два рубля пятьдесят копеек И потом ровно 22 рубля 50 копеек платили в Получку. Но это же мало было. Мало. Вообще ничего. А родители помогали? Ну, конечно, я жил с родителями. В Плотниковом переулке? В Плотниковом переулке. Арбат, дом 45, квартира 9. Дробь 24, квартира 9. Подошла к концу наша сегодняшняя программа. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, на неделю до исхода будущей субботы. Смотрите, слушайте, лайкайте, пишите комментарии. И самое главное, оставайтесь на Первом еврейском канале и следите за двумя кадрами. Ваше внимание – это наше все. А теперь финальный котик без хозяина самостоятельно, так сказать, на Первом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова